Как переехать на ПМЖ в другую страну? Например, в Болгарию, где летом море, солнце и свежие овощи, а зимой прекрасные горнолыжные курорты. К кому обратиться? Какие документы нужны? Сколько это стоит в конце концов? И чем ты сможешь там заниматься? Интересно? Тогда жду вас в прямом эфире на канале Реальная Журналистика в воскресенье 27 января в 20.00 по Москве. Там все и узнаете. Будет интересно. Слушайте, вот где стабильность, так это у наших пропагандистов. Включаю тут на медне после долгого перерыва канал Россия-1, главный информационный телеканал нашей страны, напоминаю. Еще раз, канал называется Россия, да еще и один. Как раз шла начальная заставка программы «Вечер с Соловьевым». Знаете, с каких слов ведущего данная программа началась? Началась, подчеркиваю. Петр Порошенко посетил Израиль. Слушайте, может я что-то пропустил? Между прошлым мартом и нынешним январем великой и могучей президентских выборов точно не случалось? Ну, вдруг Порошенко теперь у нас главный, а я ни сном, ни духом? Или, а может Израиль к нам присоединили, как Крым однажды? Тоже нет. Тогда какого, простите за мой французский, дармоед, сидящий на шее у россиян, у жителей Москвы, Екатеринбурга, Питера, Самары, Нижнего и так далее, уже много лет информирует своих зрителей о деятельности чужого лидера? Это все равно, что зайти в магазин, скажем, пятерочка и спросить продавца, где я могу найти картошку, а он тебе вот там через дорогу супермаркет Магнит, ну понимаете, да? Блин, ну так и ехал бы тот Соловьев в Киев, как Савик Шустер, вещал о передвижениях Петра Алексеевича там, или опасается, что перед украинцами-то и за базар ответить можно? Ну да, согласен. Начинаем. А вообще, я вот тут подумал и пришел к неутешительному выводу. Знаете, что в России является самым большим и охраняемым секретом, происходящее у нас здесь? Об этом вам не расскажет ни один Соловьев, ни один депутат, ни один мэр или губернатор, да и президент тоже, зато из средств массовой информации вы сможете подчеркнуть все, что угодно о жизни американцев и украинцев, о том, как прошли выборы в какой-нибудь Британии, о народных волнениях во Франции, а еще вас просветят, как страдают китайцы от очередной неизвестной болезни, или как банки Зимбабве обманывают своих граждан. Короче, Петр Первый заблуждался, когда думал, что прорубает окно в Европу. Окно в Европу, а теперь уже и в мир выглядит вот так. Кстати, на этой неделе практически на всей территории Большого Сочи в тестовом режиме было запущено вещание обоих пакетов цифровых телеканалов. Всего их 25... Да, и мы все там живем, там, в Канаде, в Австралии, в Корее. Живем проблемами людей, которых даже не видели никогда и вряд ли увидим, потому что денег нет съездить на них посмотреть, но нам реально нравится жить чужими проблемами. Мы искренне радуемся тому обстоятельству, что украинцы выбрали не самого умного человека главой государства, что в Германию едут полчища мигрантов, переживаем за вьетнамцев и жителей Центральной Африки, голодают они там, потому что, а вот не дураки ли мы? Вот тебе в Саратове действительно так важно, что в Польше в минувшем году случился не урожай яблок, или что представители какой-то там итальянской партии, название которой ты даже не запомнил, предложили изменить гимн Милана тебе, что правда это парит, тогда поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. Остров невезения! Это реальная журналистика, тему сегодняшнюю за меня уже озвучил бессмертный Андрей Александрович, поехали! Впрочем, не ящиком единым, есть у нас с недавних пор еще один чудесный зомби-ленд, называется соцсети, на них переключились люди, которые дюже устали слушать Поповых и Скобеевых, ну надоело действительно. Да неужели ж земля, возмутились просвещенные, крутятся исключительно вокруг бывшей Украинской ССР, вот, а поэтому собрали такие граждане всю свою волю в кулак и выбросили свои телевизоры, чем, кстати, очень гордятся, мол, я больше не зомби. Без телевизора, без телевизора, без телевизора, без телевизора. И теперь больше не зомби, интересуются абсолютно другими вещами, ну вот вам пример, пожалуйста, как вариант. Ну а теперь перейдем к более актуальным темам, которые беспокоят каждого россиянина. Нет, я не буду опровергать тезисы моих российских коллег. Потому что вы фейк-ньюс и распространяете дезинформацию. Просто вместе с вами попробую их понять. И давайте сразу назовем того кандидата, которого мы сделаем, выберем, вот, украинцам на выборах. Кто это будет? Вот это поворот, вот это я понимаю. Давайте поаплодируем таким просвещенным, ну, не даром же телевизор выбрасывали, теперь зато эти люди на ступеньку выше. Своих соотечественников-староверов, которые по-прежнему фанатеют от россказней мистера МСДК. А главная перемена в жизни такого просвещенного, знаете, в чем заключается? Да теперь он точно знает, забор у него во дворе вообще ни разу не из-за Порошенко и Трампа покосился, а то иж обманывали человека долгие годы. Следующие несколько лет данный гражданин будет напитываться правдой от какой-нибудь Енины Соколовой, пуская на нее слюни попутно. Впрочем, вот поможет ли это обстоятельство стать тому забору ровнее, не знаю, ну, живем-увидим. К чему весь этот спич был выше, а просто всю прошедшую неделю и в Рунете, и в зомбоящике страна активно обсуждала, да продолжает обсуждать очередную никчемную инициативу от российских парламентариев. Ну, и я тогда буду в тренде. Да, вы угадали, речь идет о законопроекте, автором которого выступил небезызвестный уже член Совета Федерации господин Клишас. Короче, предложил тот Клишас карать граждан за неуважение к власти, оскорбление чиновников. Ну, там не только за это, там еще про неуважение к обществу говорится, государственные атрибутики и бла-бла-бла. Ой, что началось. Народ вмиг забыл обо всех реальных проблемах, и давай трепаться по поводу этого непонятного выкидыша. Я про данную законодательную инициативу сейчас. В тот момент, когда вы, власть, будете способны осознать, что это дорога с двусторонним движением, об этом можно будет поговорить. А до настоящего момента все эти разговоры и кремлевские мечтания относительно декларации прав человека, на которые начхали, конституции, которая не выполняется, страна, которая управляется неконституционными органами, и вы, Государственная Дума, тоже не управляете страной, являетесь просто, так сказать, бешеным принтером, который штампует законы, которые вам прилетают из соответствующих неконституционных органов, вы отлично это понимаете. Вот тогда можно будет поговорить. Да чего там, даже уважаемые мною люди на данный бред повелись. Закон, который внес господин Клиша с депутатами, говорит о том, что критиковать, говорить негативно о власти нельзя. Запрет. А если сказал, тебе огромные штрафы до полумиллиона и отсидка. Вы представляете, в России, где более 60% населения требует отставки Медведева. Слушайте, а я один в этой стране иногда юридическую литературу почитываю, ну тогда давайте и я тоже выскажусь. Мне, кстати, удивительно, почему кроме меня этим моментом больше никто не озадачился. Итак, изучив то, что предлагает господин Клишас, у меня возникло несколько вопросов. Либо человек небольшого ума, либо некомпетентен, либо и то, и другое, либо ему нечем заняться. Больше поясню. А давайте-ка откроем, например, Коап Хой. А там уже есть статья про неуважение к обществу, оказывается. Про оскорбление представителя власти вообще в уголовном кодексе все прописано. Причем давно, ага, там же в УК и про неуважение к государственной символике есть. Да и публичное оскорбление, в том числе в СМИ, закон также регулирует. А что тогда Клишас предлагает? Принять еще один закон, который будет дублировать все вот это серьезно? Слушайте, зачем мы его такого содержим? Данный депутат потратил кучу своего рабочего времени, которое мы ему оплатили, между прочим. Отвлек от дел огромное количество других людей. Ну, там же надо целую комиссию создать. Это все писалось, редактировалось, согласовывалось, проходило через какие-то экспертизы и снова стоило денег народных. А что в итоге-то? Еще один велосипед изобрели, теперь у нас их будет два. Одинаковых все равно ведь уже оплатили. Оригинальный вы человек. Ну, давайте дальше пойдем. В будущем предлагаю формировать не один, а два Совета Федерации. В каждом городе начнем избирать сразу двух мэров. В каждом регионе двух губернаторов. Президента тоже два пусть будет. Это поможет нам решить многие проблемы. А если серьезно, вот как по мне, данная история в очередной раз убеждает просто, что такой орган, как Софет, нашей стране уже не нужен. Одни бездельники там собрались, потому что и не знают, чем себя занять. Ну, это лично мое мнение, а вы думаете все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Надеюсь, весь этот балаган однажды закончится. Ну и откланиваюсь пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok